МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир своего ТВ продолжает новости в студии Екатерина Сегеда. И вот главные темы, о которых расскажем в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Через всю страну на велосипеде, что сподвигло москвичку на рискованную поездку и как гостью принял Ставрополь. Роковой маневр какой трагедии привела невнимательность водителя на трассе Минераловодского округа. Жить здорово и быть здоровым. Как в Ставрополе прошла акция 10 тысяч шагов к жизни, расскажет Илья Белозеров. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь подробнее об этих и других событиях. Ставрополь будет расширять экономическое сотрудничество с Саудовской Аравией. За прошлый год товарооборот между регионом и ближневосточной страной составил более 100 миллионов долларов. Об этом губернатор Владимир Владимиров говорил на рабочей встрече с чрезвычайным послом Саудовской Аравии в России Абдул-Рахманом Сулайманом Аль-Алахмедом. Ставрополь экспортирует в Королевство мясо птицы и баранины, растительное масло и фармацевтическую продукцию. По словам Владимирова, край готов нарастить объемы поставок по этим позициям, а также наладить экспорт кондитерских изделий, минеральной воды и безалкогольных напитков. Также стороны обсудили возможности строительства бизнесом Саудовской Аравии на территории Кавказских минеральных вод, санаторно-курортных и гостиничных комплексов. И еще о достижениях в Шпаковском округе провели аграрную выставку «Урожай-2023». Ведущие сельхозпроизводители Ставрополя показали свою продукцию, а организации по разведению племенных животных привезли породистых баранов, коз, коров и лошадей. Также Ставропольские аграрии продемонстрировали современные машины и оборудование, которые используют для уборки урожая. А на торжественной части мероприятия наградили передовиков агропромышленного комплекса региона. Результаты у нас замечательные, у нас есть кого чествовать, у нас есть кого поздравлять. И плавно мы будем переключаться на новый сельскохозяйственный год. И я уверен, что в будущем году мы еще будем хвалиться своими победами. Сегодня, обойдя первую часть нашей выставки, можно с уверенностью сказать, что в Ставропольском крае сельское хозяйство было, есть и будет. Посетила аграрную выставку и делегация из Антрацитовского района Луганской Народной Республики. Представители муниципалитета высоко оценили сельскохозяйственные достижения Ставрополя. А глава Сергей Саенко поблагодарил наш регион за помощь в восстановлении агропромышленного комплекса Антрацитовского района. Мы сегодня приехали на ярмарку и на праздник урожая 2023. Очень рады здесь присутствовать. И хочу сказать огромное спасибо Ставропольскому краю за ту колоссальную, неоценимую помощь в восстановлении наших регионов Антрацитовского района и города Антрацитов в целом. Те работы, которые сейчас производятся, задействованы все от мала до велика, то есть задействованы все сферы народного хозяйства. От Японского до Черного моря путешественница из Москвы отправилась на велосипеде в сложнейшую дорогу. В мае 25-летняя Анна Роднищева выехала из Владивостока и уже в октябре планирует прибыть в Сочи. Накануне девушка приехала в Саврополь. Где ночует? Какие сложности испытала в дороге? И как решилась на такое путешествие? С велосипедисткой пообщался Герман Кудеяров. Сколько времени понадобится, чтобы обойти весь Ставрополь и увидеть его главные достопримечательности? Мне кажется, день или, ну, может быть, полдня. А сколько времени понадобится, чтобы увидеть главные достопримечательности всей России? Ответ знает Анна, велосипедистка, уже полгода путешествует по стране и увидела много интересного. Сейчас мы с ней встретимся и пообщаемся о ее путешествии. А вот и она, легенда, о которой говорят многие. 25-летняя Анна Роднищева отправилась в велопутешествие из Владивостока в Сочи, а это 11 тысяч километров. В Ставрополе проездом. Здесь девушка остановилась у знакомых и провела три дня. Гуляла по городу, уже успела посмотреть главные достопримечательности. Была вот на площади с Ангелом, также там, где вот монумент Ленина, на той площади была, памятник у солдата и там пруд посмотрела. Ну, вообще много чего посмотрела. Я предлагаю сейчас попить кофе и пообщаться. Расскажете поподробнее о путешествии. Хорошо, давайте. Обычно Анна ночует в палатке, останавливается в местах, где вряд ли сможет уснуть каждый. Это леса и поля. Да, я стараюсь спрятаться за деревьями, но при этом больше в полях. То есть, так, если я чувствую больше безопасности, потому что в лесу я чувствую, ну, там недведи всякие бывают. Здесь, конечно, уже в Ставрополе, наверное, нету их, но на Дальнем Востоке они были. Встречали? Я не встречала, но мне другие путешественники рассказывали. Путешествие началось в мае. Сначала девушка отправилась на поезде из Москвы во Владивосток. В Сочи планируют переехать уже в октябре. Идея о большом путешествии пришла спонтанно. Я попробовала рутинную взрослую жизнь после университета. И мне пока захотелось что-то сделать такое, удивить тебя, может быть, и окружающих, хотя окружающие не сильно удивляются на самом деле, такие путешествия. По многим других городах меня очень радушно тоже приняли. Например, в Оренбурге, в Шуте, в Иркутске в том же, в Улан-Удэ, да и в Ставрополе меня тоже очень приятно встретили. Мне было очень интересно посмотреть другие города, и меня очень удивило, на самом деле, их условия, хорошие условия жизни в них, потому что у меня есть такой стереотип, что, мол, за Москвой там нету жизни. Ну вот, как видите, есть. Да, есть, и очень хорошо. Я бы с удовольствием переехала куда-нибудь. Сюда, например, в Ставрополь? Можно и в Ставрополь. Ставрополье понравилось. Путешественница отметила здесь удобные дороги и приятную погоду. Однако, Ставропольский фирменный ветер иногда мешает ехать. Я ожидала, что город меньше, а он оказался большим, очень таким зеленым, очень оживленным. Мне понравился Ставрополь даже не столько с туристической точки зрения, сколько вот в плане уровня жизни. Поэтому, мне кажется, Ставропольский следует ехать не в плане, чтобы посмотреть какие-то туристические места, а вот если вы ищете какое-то место для нового жилья, и, в общем, жить сюда, мне кажется, хорошо бы приехать. И Анна знает, о чем говорит. Проехала сотни километров от Владивостока до Ставрополья и верный спутник практически ни разу не подвел. С собой сменные вещи, палатка, сумка с едой и спальный мешок. Все необходимое. Да, у меня с собой запасные покрышки, запасные камеры, запасные спицы. Хотя я предпочитаю с спицами, допустим, обратиться лучше в велоремонт, чем самой что-то делать. А камеры поменять и покрышку – это не проблема. Велосипед легкий, без амортизационной вилки. Это позволяет не сбавлять скорость. В среднем Анна едет 15 километров в час. В горку я максимум 10, и то это в лучшем случае. Также очень зависит от ветра. Если ветер попутный, то это 20-30 по ровной дороге. Если ветер встречный, то опять можно и 6 километров ехать, и потом махнуть на это рукой и просто пешком идти. Велопутешествие у Анны не первая. Девушка уже ездила из Москвы в Сочи, так что опыт есть. Бюджет на полгода подсчитывает заранее. Принимает душ в специальных придорожных местах или водоемах. Иногда выручает влажные салфетки. Пункт назначения уже близок. В Сочи девушка проведет пару дней, а потом вернется домой на поезде. А желают велосипедистки хорошей дороги Герман Кудеяров и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. Объехать Россию на велосипеде очень смелый поступок. Особенно для девушки. Ведь в пути могут поджидать не только приключения, но и опасности. И справиться с ними в одиночку сможет не каждый. И к происшествиям. В Курском округе 35-летняя женщина разогналась на трассе и не удержала автомобиль. Машина съехала с дороги в лесополосу. От удара легковушка загорелась. Вытащить водителя помогли очевидцы. Женщина отделалась ушибами и травмой головой. А вот машина восстановлению не подлежит. О других ЧП в оперативной сводке. Трагедия на трассе в Минераловодском округе. Три машины догнали друг друга и стояли на проезжей части в ожидании оформления ДТП. Участники аварии не пострадали. Неожиданно в одной из машин на большой скорости врезалась легковушка, которую по инерции вынесла навстречу аккурат под колеса грузовика. Удар был такой силы, что машина превратилась в груду металлолома. Внутри сидели четверо мужчин, включая водителя. К сожалению, все они погибли. Им было от 33 до 40 лет. Обстоятельства ужасной трагедии выясняются. Поймали с поличным. В Андроповском округе вечером инспекторы ГИБДД заметили скутериста без шлема. Однако при виде полицейских водитель резко свернул на заправку, припарковался и сделал вид, что он пешеход. Уже в патрульной машине выяснилось, что мужчина пьян. Но медосвидетельствование проходить не стал. Составили два протокола. Нарушителю грозит арест от 10 до 15 суток и штраф более 30 тысяч рублей. Уголовная подработка. В полицию Железноводска поступила информация, что 23-летний парень планирует сбыть наркотики. Молодого человека проверили. У злоумышленника нашли около 90 граммов синтетики, а также упаковочные материалы. Ставрополец признался, что забрал оптовую партию наркотиков из тайника, хотел расфасовать и сделать закладки на КМВ. Теперь горе-дилеру грозит до 15 лет реального срока. Движение «Жизнь» об этом не понаслышке знают люди, ведущие активный образ жизни. Все, спорт все больше внедряется в современный ритм, а еще объединяет людей в рамках всероссийских акций. Одна из таких прошла в Ставрополе. Что делали больше сотни людей в Парке Победы Краевой столицы? Илья Белозеров узнал. Регулярная ходьба на 10 тысяч шагов в день благоприятна для здоровья. Она улучшает кровообращение и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе приступов и инсультов. Поэтому в Ставрополе провели акцию «10 тысяч шагов к жизни». Ее приурочили к двум датам – Всероссийскому дню ходьбы и Всемирному дню сердца. Почему важно вообще в таких акциях принимать участие и зачем их вообще проводить? Для того, чтобы люди вели действительно здоровый образ жизни. В случае со студентами, чтобы мы прививали им на своем же примере, то те идеалы, которые пропагандируют, на моем случае, это движение первых. Поэтому это важно для самих же нас, для нашего здоровья и для того, чтобы молодежи прививать это. Маршрут проложили среди лесного массива – Парка Победы. Чтобы пройти дистанцию, собрались ставропольцы разных возрастов. – Расскажи, зачем пришла сегодня сюда? – Я, чтобы пройти 10 тысяч шагов. – Как думаешь, это для здоровья полезно? – Да. – Почему? – Потому что для сердца это полезно, особенно у кого сердце плохое. И будет здоровое сердце. – Здоровый образ жизни нужен всегда. Здоровье нужно каждому. Тем более последние замечательные дни в этом году. Солнечная погода, хорошее настроение. Посмотрите, какие красивые люди. Ну, как не прийти и вместе со всеми не поучаствовать. А гулять по лесу – это замечательно, конечно. Тем более в нашем Ставропольском красивом лесу и в нашем парке. Чтобы быть здоровым, не обязательно заниматься в тренажерном зале или бегать по утрам. Можно просто ходить. Главное – движение. – 10 тысяч шагов – это достаточная норма физической нагрузки в день для современного человека, который ведет малоактивный образ жизни. Тем самым улучшая работу сердечно-сосудистой системы и снижая риски сосудистых заболеваний. А такция ожидает, чтобы привить привычку быть активным, быть здоровым, к ходьбе. А минимизировать факторы риска, которые все зависят от нас – гипотинамия, неправильное питание, избыток углеводов, избыток соли. Чтобы быть всегда в позитивном, в хорошем настроении, сплотиться с людьми, сплотиться со своей семьей. Акция всероссийская и ежегодная. Но в таком масштабе в Ставрополе проходят впервые. А регулярно ходят пешком и ждут таких акций в будущем. Илья Белозеров и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Если у вас не хватает мотивации начать вести активный образ жизни, бегать или ходить на большие дистанции, необходимо завести себе такого друга. Либо посещать вот подобные акции. Когда перед глазами живой пример, невольно возникает желание стать лучше. Ну а это все новости к этому часу. Еще больше их на нашем сайте stv24.tv. Заходите, там интересно. Также напоминаю, что мы ждем ваши вопросы на наш номер и рекомендуем подписаться на страницы своего ТВ в соцсетях. Впереди Алексей Фортиков и прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. В студии была Екатерина Сегида. Всего доброго. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на вторник, 3 октября. Центральные территории края. Облачно с прояснением, без осадков. Минеральные воды плюс 19, плюс 22 в Невиномысске и Изобильном, а в Ставрополе плюс 20. Ветер 3 метра в секунду во всех городах. Световой день 11 часов 39 минут. Ультрафиолет, но уже никому не интересно, средний. Магнитное поле спокойное. Калминводы. В Кисловодске днем возможен небольшой дождь и всего плюс 16. В Пятигорске, если ну как в Железноводске, просто облачно с прояснениями. Ветер 2-3 метра в секунду и плюс 18 днем. На востоке и севере края все еще пока еще без осадков. И слабенький такой ветерок, 2-3 метра в секунду. Облачно с прояснениями и на севере, и на востоке днем от 22 до 24 тепла. На сегодня о погоде все. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова